Этот шкаф Олег купил полтора года назад, но едкий запах, как будто новой мебели, сохранился по сей день. Мужчина надеялся, что через несколько месяцев запах уйдет, но избавиться от него не помогло ни время, ни попытки проветривать комнату. Запах очень сильный, очень едкий и спать в этой комнате практически невозможно, потому что организм на это все сильно реагирует. У меня краснеет кожа, раздражение, в общем, очень похоже на аллергическую реакцию. Шкаф на бумаге изготовили на российской фабрике. Все требования безопасности соблюдены. Сказано в сертификате качество. Но слова на бумаге расходятся с реальной картиной. Олег обратился в мебельный магазин, где и приобрел шкаф. На его вопрос, что с этим делать, ответили, это уже не наша проблема. Мол, гарантийный срок год у покупки закончился. Наша съемочная группа тоже почувствовала этот едкий запах. Мы работали здесь всего несколько минут, но даже за это время захотелось открыть окно и проветрить комнату. Гарантийный срок закончился, а вот ДСП будет выделять вредные пары еще несколько лет, уверяют эксперты. Как правило, это происходит, потому что производитель экономит на материалах. Токсичная мебель – источник множества болезней. Головную боль, рвоту, воспаление дыхательных путей и кожные заболевания вызывают формальдегид и фенол, которые выделяют ДСП. Такая мебель увеличивает и риск возникновения онкологии. Это серьезные последствия, поэтому окончание гарантийного срока ответственности с компанией не снимает. Проверить свою мебель можно и через 5, и через 10 лет. Потребитель может обратиться в адрес управления Роспотребнадзора по Приморскому краю с письменным обращением, в котором указать номинование мебели, которую приобрел потребитель, место приобретения. В структуре службы имеется аккредитованная испытательная лаборатория, которая проводит исследование мебельной продукции на соответствие требованиям технического регламента. А с результатами исследований смело в суд недобросовестной мебельной компании грозит штраф от 100 тысяч до миллиона, плюс возмещение материального ущерба покупателю. Поэтому Олег не стал мириться с отговорками магазина, решил отправить ДСП на экспертизу. Теперь сумму, что сэкономил производитель на дешевых материалах, компании придется вернуть в тройном размере после суда. Наталья Ладудько, Александр Бартовщук, Новости на Восьмом.